Прощение День, когда все православные верующие люди готовятся вступить в время Великого Поста и спрашивают друг у друга прощения. Прощение — это особый добродетель, особая возможность, способность человеческой души и личности найти правильные доминанты своей жизни, оценить себя в истории Бога человечества, в истории своего рождения в мир, в истории своего грядущего, будущего спасения. Да, именно так. Казалось бы, так часто и так важно мы слышим это слово «прощать» и «просить прощения». Но так ли часто слово «прости» и «прощаю» звучит в нашей жизни? Далеко не всегда. И все это потому, что за слово «прости» и «прощаю» за этими двумя словами стоит перспектива вечности, возможность нам быть ближе к Богу, возможность наследовать спасение. Обо всем этом сегодня мы поговорим и услышим за богослужением, которое, повторюсь, проходит в Свято-Елинском кафедральном соборе города Архангельска. Только что мы видели, как торжественно в храм вошел правящий архипастырь нашей епархии, митрополит Архангельский Холмогорский Даниил. Подойдя к главной иконе храма, лежащей на аналои, владыка поднялся на возвышенное место перед иконостасом в храме для того, чтобы преподать благословение всем, находящимся в храме. Во всех храмах Русской Православной Церкви этот вечер посвящен удивительному богослужению. Богослужению перехода из времени обычного богослужебного круга в время совершения богослужения Великого Поста. Цвет богослужений еще желтый, праздничный, торжественный, но скоро вот-вот он сменится на торжественно умилительно покаянный цвет черных облачений. Цвет, который напоминает нам о необходимости внутреннего углубления, о необходимости оценить важное, необходимое для Бога и отказаться от того, что является внешним, то, что не должно доминировать в нашей жизни. Сегодня Прощенное Воскресенье. К Прощенному Воскресенью Церковь готовилась на протяжении определенного периода. Великий Пост, точнее сказать, период подготовки самого Великого Поста разделен на несколько недель. Особая церковная книга содержит молитвы периода Великого Поста, называется «Постная Триодь». И вот «Постная Триодь» начинает готовить людей к подвигу Поста еще задолго, за несколько недель. Четыре недели назад началась эта подготовка. Да-да, четыре недели. И в эти недели особые евангельские чтения напоминают каждому православному христианину о том, что предлежит ему совершить, что нужно будет совершить ему во время Великого Поста. Четыре недели назад, в воскресный день, мы читали отрывок из Евангелия от Луки, в котором слышали притчу, сказанную Спасителем, о мытаре и фарисее. Мытарь и фарисей вошли в храм для того, чтобы помолиться Богу. Мытарь был презираемым человеком того общества. Он был сборщиком подать и налогов. Его мало того, что не любили, но явно считали, что он в религиозной, духовной жизни недостойный человек. И одновременно в храм вошел фарисей, представитель господствующего класса, сословия. Фарисей знал и понимал, как молиться, как правильно соблюдать заповеди. И вот эти два человека стали молиться. Мытарь молился, Боже, милостив, будь мне грешному. Будь милостив ко мне, грешнику. А фарисей, видя его, укоряя его, осуждая и сравнивая себя с ним, говорил, «Благодарю Тебя, Господи, что я не таков, как этот человек». И вот Господь сказал, что мытарь вышел из храма более оправданным, нежели тот фарисей. Вот этот самый грешный человек, самый недостойный прихожанин, как бы мы сказали, самый невоцерковленный человек, может быть, желающий общения с Богом, покаяния, может быть оправданным более, нежели человек, который забыл о сути, о смысле, о духовном содержании покаяния. Об этом мы говорили четыре недели назад. В неделю или воскресный день о мытаре и фарисее. Следующий воскресный день говорил нам о блудном сыне. Это тоже одна из евангельских притчей, Евангелие от Луки, из 15 главы мы читали эту притчу, в котором показывалось, как недостойный сын отца по одному желанию своему унаследовал, получил прощение отца, растратив имение, растратив принадлежащее ему на будущее денежное содержание. Он получил прощение от отца, лишь только пожелав вернуться к нему духом и сердцем, лишь только покаявшись. В следующую неделю, неделю Месопустной, мы вспоминали слова Господа о страшном суде и тоже вновь оценивали, осознавали свою жизнь, понимая, что и мы, совершая свое жизненное течение, имеем необходимость в покаянии, прощении, потому что часто не исполняем того, что Господь дает нам и в чему нас призывает. И, наконец, сегодняшний воскресный день, неделя сыропустная, воспоминания Адамова изгнания. И сегодняшний же воскресный день, прощенным воскресеньем именуется. Изгнание Адама из рая. Это то древнее библейское свидетельство о любви Бога к человеку, о даровании человеку надежды на спасение, о праведности Божией, о том, что Господь проявил Себя как любящий Отец тогда, когда после изгнания Адама из рая даровал Адаму и Еве надежду на спасение, путь к покаянию. И вот сейчас, стоя на пороге Великого Поста, мы призываемся задуматься о том, а достойны ли мы называть себя сынами Божиими, по-настоящему верными Богу людьми, по-настоящему праведными, или, как иногда говорят в бытовой жизни, «Я человек неплохой, я не творил больших грехов, я не убивал, я не совершал каких-то больших преступлений». И как можно сказать такие слова тогда, когда познакомился с этими притчами? Разве можно ли кому-либо сказать, что я пред Богом праведен? А можно ли сказать, что я праведен перед своим близким? Нет, невозможно. Что же делать? И вот сегодня в евангельском чтении на литургии мы слышали слова Божии, который сказал, «Если не простите людям ближним своим согрешений их, то и Отец Ваш Небесный не простит Вам согрешений Ваших». Предстоящее время Великого Поста может быть закрыто для нас, если мы сегодня, в этот день, в преддверии Поста, или в первые дни Поста, или вообще в нашей жизни, не сможем попросить прощения и простить. Сегодня во всех храмах Русской Православной Церкви проходит богослужение. Мы видим, как началось совершение вечерни в Свято-Елинском кафедральном соборе. Постепенно это богослужение перейдет в чин прощения. Мы видим, что обычно начало вечерни прозвучало, была произнесена нам в уни Великое и к тенья, и сейчас совершается кождение, воскурение фимиама в алтаре и в храме. Звучат стихи и стихиры на Господе во звах. Давайте вместе послушаем и помолимся этими словами. Звучат стихи и стихи. Звучат стихи и стихи и стихи. Звучат стихи и стихи и стихи и стихи и стихи. Звучат стихи и стихи и стихи и стихи и стихи и стихи и стихи. ПЕСНЯ 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 И забвение злобы всеконечное сотворим вопиюще. Согреши хамти, спаси, якожи древле неневитен Христе царю. И общниками соделай нас небесного царства милосердный. Или вот еще одна стихира, которая сейчас поется хором. Так слова церковнославянского текста можно перевести на русский язык. Отчаиваюсь в себе самом, помышляя о делах моих, Господи, всякого мучения достоин. Ибо вот, презрев священные Твои заповеди, я в распутстве всю жизнь мою растратил. Потому умоляю, струями покаяния меня очистив, постом и молением, как единый милостивый, укрась. И не возгнушайся мною, благодетель всех и преблагой. Вот такие замечательные слова стихиры напоминают нам и притчу о блудном сыне, и заставляют задуматься об истинном покаянии и назначении поста. Ибо пост есть время духовного возрождения, весны духовной. Сейчас по чину совершения вечерни положено совершать вход с кадилом. Священнослужители, поцеловав престол, с молитвой вечерни исходят из алтаря в центральную часть храма, возвышенная часть Салия называется. Перед царскими вратами встает служащий священник, благословляет совершение входа. Благословляет совершение входа присутствующий в алтаре митрополит Даниил. Премудрость, прости. Эти два слова означают о том, что в этот момент мы вспоминаем о торжественном, духоносном, значимом, возвышенном событии – пришествии в мир Спасителя мира. Хор исполняет песнопение «Свете тихий», которое обращено к самому Господу Иисусу Христу. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Песня «Свете тихий» 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 Я восторблю, скоро услышим я. Боже, 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 Тест наше. Закончилось чтение исполнения прокимна «Не отврати лица твоего от меня». Постепенно мы видим, как алтарь и сам храм и духовенство переоблачаются в богослужебные облачения Великого Поста, а именно черные ризы, черные пелены на престольные, черные стихари облачения, торжественно напоминающие нам о сосредоточенном, духовном, насыщенном времени Поста. В миноре особым постным напевом исполняется и звучат сейчас «Эктиньи». Первая постная «Эктинья». Первая постная «Эктинь» Песня «Эктинь» Звучит покаянная, покаянный напев и к тени, и всё богослужение постепенно переходит в постный чин своего совершения. Покаяние — это особый добродетель, особое необходимое каждому человеку время и способность души. Покаяние дано каждому человеку, покаяние дано каждой Личности человеческой во всей Вечности. Единственное время, когда человек может совершить своё покаяние, — это время земной жизни. По отшествии, по переходе в жизнь вечную, по человеческому умиранию, способность покаяния прекращает иметь место в жизни человеческой Личности. Жизнь человека продолжится, но покаяться уже он не сможет после своей смерти. А сейчас, милостью Божией, мы имеем эту радость совершить покаяние, очистить свои души и сердца, настроить себя на молитву к Богу, воспитать в себе или увидеть себя настоящего. Начать хотя бы с этого. И этот образ покаяния, образ совершения Великого Поста не должен быть внешним, фарисейским. Нельзя, совершая Великий Пост, омрачать свои лица и показываться людям, постящимся, забывая о том, что пост совершается внутренним человеком, его сердцем. Об этом говорит и сам Господь в сегодняшнем евангельском чтении на литургии, чтобы мы не были, как фарисеи, унылыми перед людьми, кажущимися постящимися, но, наоборот, совершали свою молитву и свой пост в тайне перед самим Богом. Но в церкви вместе в общине это делать проще и легче. Мы не разделяемся, мы не оглядываемся друг на друга, мы вместе помогаем своему личному и общему покаянию. Ведь совершается время поста для всего нашего народа, для всего православия. Задуматься, ведь Россия и другие православные государства, которые сейчас вступают в время поста, молятся и о всем мире, приносят Богу эту жертву, словно десятину, часть, десятую часть дней года, приносят Богу для того, чтобы Господь увидел наше стремление к Нему и благословил нас. Покаяние не есть мрачное чувство, покаяние – чувство светлое и даже радостное. Чувство весны, возрождения, восстановления. К этому чувству постепенно человеку свойственно подходить во время поста. И вот сейчас звучат стихиры, они не угрюмо мрачные, безотрадные, а наоборот, вот один текст, одной из стихир, который сейчас поется, стихиры на стиховне. «Воссияла благодать Твоей, Господи, воссияла просвещение душ наших, вот время благоприятное, вот время покаяния. Отвергнем дела тьмы и облечемся в доспехи света, чтобы, переплыв поста, великую пучину, тридневного воскресения достигнуть Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, спасающего души наши». Вот так в первом богослужении Великого Поста вечерней уже звучат слова о цели нашего поста, о встрече воскресения Христова. Встреча Пасхи Господней. Прощение. Преподобный Никон Оптинский писал, «Прощение преподается только тем, кто считает себя виновным. Смирись перед Богом и людьми, и Господь тебя никогда не оставит». А наш знаменитый земляк, святой праведный Ян Коронштадтский, выраженец Пинежья, так говорил, «Каяться значит в сердце чувствовать ложь, безумие, виновность грехов своих. Каяться значит осознавать, что оскорбили ими своего Творца Господа, Отца и Благодителя, бесконечно святого и бесконечно гнушающегося грехом. Значит, всею душой желать исправления и заглаждения их». А вот как писал о покаянии преподобный Силуан Афонский, «Вот знак прощения грехов. Если ты возненавидел грех, то простил тебе, Господь, грехи твои». Сейчас мы видим, как звучат за богослужением особые покаянные тропари, Богородицы, Девы, Радуси. Священнослужители в алтаре совершают поклоны, поклоны, которые являются одним из важных элементов богослужения. Поклон есть символ смирения, падения ниц пред Богом с просьбой о прощении и символ возрождения, символ восстания, символ совоскресения со Христом через покаяние пред Ним. Ибо пост есть малое вошедствие наше на крест, есть возможность наша совоскреснуть со Христом. Мы видим, что в алтаре Свято-Илинского кафедрального собора совершается облачение Владыки Даниила, правящего архиерея нашей епархии, в архиерейскую мантию, которая в честь поста также имеет черный цвет, малый амафор, облачен на плечи Владыки, и духовенство готовится к выходу в центр храма для совершения чина прощения. Господи, помилуй Господи! Песня. 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 Только что прозвучала молитва святого Ефрема Сирина. Господи и Владыка, жизнь моей, духу праздности, суетности, властолюбия и прязнословия, не предай меня. Песня. Эта молитва будет совершать, сопровождательна в течение всего великого поста. Очень глубокие и значимые слова этой молитвы. Будем повнимательней вслушиваться в неё и употреблять эту молитву и на Домашнем Богослужении. А сейчас в Свято-Илинском храме всё готово для того, чтобы начать чьим прощения. Мы видим, как, прикладываясь к Евангелию и престолу, из царских врат Свято-Илинского кафедрального собора в середину храма выходит митрополит архангельский Холмогорский Даниил вместе со служащим духовенством для того, чтобы обратиться к пастве со словом «назидание» и спросить друг у друга прощения. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот отцы, братья и сестры, наступила долгожданная и особенная минута прощенного воскресения, когда христиане собираются вместе в храмы для того, чтобы попросить прощения у Бога, у святых угодников Божиих и, в первую очередь, у друг друга. И часто люди задают вопрос, люди, которые приходят в храм недавно, а зачем просить прощения у тех людей, которых мы не обижали, у тех, с которыми мы даже не сталкивались, мы даже не знаем, как их зовут. Почему они стоят в нашем храме или, может быть, вообще никогда не ходят в этот храм, и я должен просить у них прощения, задают вопрос. Ответ очень простой. Каждый из нас с вами является клеточкой, маленькой клеточкой, или, можно сказать, маленьким членом, в организме, который называется Церковь Христовой. Этот организм настолько огромен, что он не помещается в габаритах нашего земного шара, он простирается гораздо дальше, гораздо выше, на самое небо. Мы с вами являемся маленькой, со самой частью, живущей на земле. А где же большая часть? Большая часть церкви – это там, на ней, там те люди, которые когда-то жили, как и мы с вами, стояли в этом же храме, в других храмах, а ныне они там у Бога. Главу церкви является Сам Господь. Ну хорошо, люди задают следующий вопрос. Да, мы в Церкви Христова. Да, мы клеточки. Но какое мне дело на другой клеточке? Я ее не обижал, не оскорблял, ничего слова не делала. Но и это тоже не так. Клеточки все связаны между собой. И вот представим себе такую картину. Вышли выпускники высшего офицерского морского училища в красивой своей белой форме, после выпускного, в город. Вот кто-то из них не выдержал, перебрал спиртно, где-то там упал в грязь, что-нибудь сотворил. Что эти люди сделали? Они опозорили всех остальных. Есть другой пример, когда через одного человека входит в его убрежность какое-то заболевание и поражает всех других. Вот грех – это заболевание, грех – это позор, грех, пишут отцы церкви, – это грязь. Вот через одного из нас, через каждого из нас, потому что когда мы грешим, то тогда мы свою оборону не держим. Через нас проникают вирусы и поражают другие клетки. И таким образом каждый из нас виновен перед другими, перед другими клеточками в этом грехе. И вот мы с вами собираемся, традиционно не просим прощения. Почему именно вот это воскресенье перед постом является прощенным? Почему обязательно нужно начинать с прощения? Церковь Христова отвечает следующим образом. Вот это прощение – это самый страшный удар для дьявола. Я говорю, что это некий нокаут дьявола. Представим себе, что вот пришлось неопытному человеку выйти на ринг с профессионалом. Он не одерживает победы. Но вот нанесен удар к нокауту, и профессионал уже не может стоять на нокауту. Тогда его легко победить. Почему прощение? Потому что самый страшный грех, через который не спало не только человечество, а даже ангельское число, определенное с неба. Это была гордость, тщеславие. И вот этот нокаут наносится нашей с вами страшной гордостью и тщеславию, которые провинствуют каждого из нас. Каждый из нас поврежден этим грехом. И далее пишут отцы церкви, частности Игнатия Ильича Нинах. Его повторяет Ника Воробьев. С людьми труднее помириться, чем с Богом. С Богом помириться легче. А почему? А потому что Бог нам ничего не делает. А тот вред и зло, которое мы с вами испытываем в жизни, оно-то оказывается приходит не просто так, не из воздуха, не от деревьев, не от лесов, не от деревьев, а вот такие негодники, как вот мои соседи, мои недоброжелатели. Часто мы слышим вот такие слова. И вот тяжелее примириться с человеком. С Богом легче еще и потому, что Бог нас несравненно больше любит. И Он сам идет к нам на встречу. Вот в этот знаменательный день таким образом люди сокрушают гордость и тщеславие. И получают через это самое сильное великое оружие. Это после молитвы, которые не сокрушают все силы демонстрации. И затем терпение нужно, смирение. И вот если не будет у нас смирения, пишут отцы, нам и пост с молитвой не поможет. Поэтому прощение друг у друга – это опять шаг к смирению. Опять покаяние. Опять исцеление таким образом. И хочется еще примести слова святителя Иоанна Златоуста. Он пишет, когда мы видим человека, который делает нам зло, неприятность, пакость, Скорее начнем молиться за Него, просить Господа, потому что Он уязвил дьявола. Он ранен, Он лежит. И нужно протянуть Ему эту помощь. Если же ты отомстишь Ему, воздашь тем же за Его зло, то и ты, значит, Тогда поражен дьяволом, и вы оба лежите, как вы можете встать? Беспосторонней помощи. Поэтому мы желаем, умить за Его плечами врага рода человеческого и помолиться за Него. Вот очень сильные и удивительные слова. Их мы нигде не найдем. Ни в каких светских учебных заведениях, ни в школе это не преподают. Ни в институтах, нигде. И поэтому мы видим, как вырастают такие непокорные, горные, чрезвычайные дети, которые не слушают своих родителей. А затем эти дети вступают в брак и колечат друг друга. Как на ринге мужья и жены бьются между собою и нанося страшные раны друг другу, разбегаются. И тем самым обрекают на страшную и тяжелую жизнь тех детей, которых они родили. Для них травма. Папа с мамой разошлись. И вновь дети, вырастая, повторяют судьбу своих родителей, потому что они привыкли, не научились прощать, не научились делать шапку другу, не научились видеть. В том, кто тебе делает зло, не изобретать я, а жертвуешь. И вот поэтому мы с вами сегодня будем просить прощения не только друг другу, как я сказал в начале, но в первую очередь будем прикладываться к полному просить прощения у Господа, у Божьей Матери, у святых, у водников Божьих. А затем попросим прощения у тех, кто лежит на этом плавище. У тех, кто ушел с этой земли, у святых, у водников Божьих. Потому что они были свидетелями, им было очень больно. Когда они видели нас, грешащими. И наоборот, сегодня будет самое большое торжество, братья и сестры. Самая большая радость, это не в этом дороге, к сожалению. Не среди тех, кто живет в своих домах здесь на земле. Сегодня будет радость еще большего пошла. На них, у Англии, у святых, у водников Божьих. Мы об этом читаем. В Евангелии, что радость бывает огромная, даже когда один грешник кается. А когда мы каемся друг другу, просим прощения, готовы всех обнять своей любовью, обогреть, то, как пишет святитель Феофан Затворник. От всего сердца. Все. Вот так бы стали друг друга прощать, милого бы, соболезнованного, то небо бы стоили милой с землей. И наступило бы какое состояние? Рай на земле. Вот мы с вами часто, братья и сестры, читаем книги, нам показывают фильмы. Всякие идеи мы слышим, как построить рай на земле. Но, оказывается, это все уходы. Это все нереально. А вот, оказывается, простое средство, как пишет, для нас, потому что не нужно преодолевать моря, репи, делать восход на тяжелые, крупные вершины горы. Не нужно работать до кота, до крови. Ничего этого не нужно. Нужно только сказать прости. Прости от всего сердца. Сказать прости от всего ума, от всей души, от всего нашего естества. Независимо, делал ли ты что или нет. Ты был виновник поражения других летащих. Болезнь, самый страшный под названием лет. И вот, осознавая все это, я хочу первым попросить у вас всех прощения. Потому что мое служение, оно проходит не в горах, не в лесах, где люди не видят, как когда-то не видели великих подвижников земли нашей, архавельской, и вообще подвижников во вселенной, то я здесь всегда был в глазах. И бывает какое-то мое слово, какое-то мое действие, даже какой-то взял, может быть не так понял, а может быть и просто в пылу человеческой немощи, я сказал, не те слова, сделал мне опять дела, или даже поступки, которые вроде бы люди не видят, а Бог-то все видит. И поэтому нужно просить прощения не только за слова, за дела, поступки, но и за мысль, за сердечные расположения, которые были. У нас, которые были у меня, что кто-то не встал, где-то неприятен. Кому-то я почувствовал полозрение, холод, невнимание, какой-то негатив, ледность. Братья и сестры, просите нас. Бог тебе просит, словно миросвященничея Владимира, нас просит, помолится нас граждан и благословит. Благодатью Своей, Бог да прости и благословит всех нас. А сейчас по церковной традиции и спросив прощения у Своей паствы, митрополит Архангельский Холмогорский Даниил подходит к иконам, лежащим на аналогах иконы Спасителя и Божьей Матери. И сейчас также будет принимать и спрашивать прощения у Своей паствы, духовенства нашей епархии и всех прихожан, собравшихся в Свято-Илинском кафедральном соборе и всех тех священников и прихожанах, которые сейчас в эти часы и минуты совершают покаянный чин прощения в Своих храмах на территории нашей Поморской земли. Лобызая крест, иконы друг у друга и спрашивая духовенства и Владыка прощения. Простите меня, Владыка Святый, Бог простит, прости меня грешного. Эти слова сегодняшнего дня звучат в сердце каждого верующего человека. Давайте и мы, дорогие братья и сестры, и спросим друг у друга прощения. Для того, чтобы это сделать, важно и необходимо расположение нашего сердца, понимание и осознание для чего и за что мы должны попросить прощения. Пусть эти слова звучат в наших сердцах и словах устами, искренне, с любовью, трепетом, ибо Господь есть любовь, и только любовью, только смирением припобеждается всякая человеческая злоба. Только любовью может быть побеждено, побежден грех. только любовью Божией спасаемся мы для вечной жизни в Царстве Божьем. Вот как упрощение обид говорил святой старец преподобный Серафим Саровский. Он говорил, за обиду, какая бы ни нанесена она была, не только не должно мстить, но напротив того должно еще прощать отбитчика от сердца. Хотя бы оно и противилось этому. И если даже склоняется сердце, убеждать его Словом Божиим, если не отпустите людям согрешений их, не Отец Ваш Небесный отпустит Вам согрешений Ваших. И вновь и вновь молитесь затворящих Вам напасть, говорил Господь в Евангелии от Матфея. Не должно питать в сердце злобы, пишет преподобный Серафим Саровский. Не должно питать ненависти к ближнему враждующему, но нужно любить Его, и сколько можно творить Ему добро, следуя учению Господа нашего Иисуса Христа. Любите врагов Ваших, добро творите ненавидящим Вас. Когда Твою честь кто уничижает или отнимает, то всеми мерами старайся, чтобы простить Ему по слову Евангелия, от взымающего Твоя нестезой. Бог заповедал нам вражду только против змея, то есть против того, кто изначало обольстил человека и изгнал из рая, против дьявола. Повелено нам враждовать и против мадьянитян, то есть против нечистых духов, блуда, и студодеяний, тех духов, которые сеют в сердце нечистые скверные помыслы. Поревнуем, возлюбленные, поревнуем кротости Давида, о котором при благе и любо благе Господь сказал, «Я нашел мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения Мои». Так он говорит о Давиде, незлопамятном и добрым к врагам своим. И мы не будем делать ничего в отмщении брату нашему, чтобы, как говорит преподобный Теох, не было остановки во время молитвы. Об Иове свидетельствовал Бог, как о человеке незлобивом. Иосиф не мстил братьям, которые умыслили на него зло, а Авель в простоте и без подозрения пошел с братом своим Каином. По свидетельству Слова Божия, святые все жили в незлобе, и Ремия, беседуя с Богом, говорит о гнавшем его Израиле, и да воздаются злая возблагая, помяни стоящего пред тобою, ежеглагол эти за них благая. Итак, если мы будем сколько есть сил стараться все это исполнять, то можем надеяться, что в сердцах наших воссияет свет божественный, озаряющий нам путь к горнему Иерусалиму. Так наставлял всех нас и наставляет преподобный Серафим Саровский. Мы видим, что за духовенством многочисленные прихожане подходят сейчас к владыке Даниилу и спрашивая прощения и благословения на наступающее время Великого Поста. Этот путь недолг, потому что всякий, кто когда-либо соблюдал Великий Пост, помнит, как насыщенное и быстро пролетает это время. На самом деле кайдарь Великого Поста очень разнообразен, полон духовного содержания. И буквально с завтрашнего дня все мы вступаем в первую седмицу Поста, в первую неделю Поста. Все православные верующие и христиане приглашаются в этот момент особого, строгого Поста первой недели посещать богослужения поусерднее, находить возможности участвовать в общей церковной молитве. Таковые молитвы будут совершаться в каждом православном храме. Владыка Даниил будет молиться и совершать богослужения каждый день первой седмицы Поста. В Свято-Илинском кафедральном соборе каждое утро в восемь утра будет начинаться Великопостное богослужение. По форме оно особое, оно не торжественное, оно не наполнено песнопениями, оно углубленно сосредоточенное, покаянное, молитвенное. В понедельник, вторник, в среду и в четверг первые дни Великого Поста во всех храмах вечером читается Великий Покаянный Канон Андрея Критского. Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил также будет совершать богослужение с чтением Великого Покаянного Канона Андрея Критского. Завтра в понедельник в 18 часов чтение Покаянного Канона Владыка совершит в Иллинском Кафедральном Соборе Архангельска. Во вторник 15 марта вечером в 18 часов чтение Канона будет совершено в храме Святителя Николая Театральной Переулки Дом 2. В среду 16 марта вечером в 18 часов чтение Канона Владыка совершит в храме Всех Святых города Архангельска на Кузнечевском и Вологодском кладбище. В четверг 17 марта в 18 часов чтение Великого Покаянного Канона Владыка совершит в храме Успения Божией Матери на набережной города Архангельска. Приглашаем всех вас дорогие братья и сестры на эти великопостные богослужения. Напомню, что каждое утро во всех храмах также будут совершаться богослужения поста. В субботу день памяти великого ученика Федора Тирона Владыка совершит литургию Иоанна Златоуста в Свято-Илиинском кафедральном соборе. В воскресный день, первый воскресный день Великого Поста, день празднования торжества православия в 9 часов 30 минут в Илиинском соборе будет совершена литургия Святого Василия Великого и чин торжества православия. Первая седмица Великого Поста время особой духовного подвига сосредоточения и, безусловно, время подготовки к причастию святых тайн. По традиции православные верующие готовятся эту неделю, читают покаянные молитвы и готовят свое сердце и тело к принятию тела и крови Христа Спасителя в субботу или воскресенье. Поэтому каждому из нас предоставляется возможность особо углубленно, сосредоточенно подготовиться к исповеди и причастию. Первая седмица Поста и вообще время Поста время самое благоприятное для совершения добрых дел. Но для того, чтобы дела наши добрые были приняты Богом, для того, чтобы благодать Божия вошла, вселилась, осияла наши сердца и души, нам необходимо очистить себя покаянием, словно обновить сосуд своего сердца и души, очистить, излить из него потоки той, замутненной грехами воды и попросить Господа, чтобы Он, придя в сердце наше, очистил нас и даровал нам исполнить Его заповеди, заповеди о любви к Богу и ближнему. В Великом Посту мы особо осознаем и понимаем, что мы так согрешили пред Богом. Мы все грешны. вот как о покаянии, о сознании себя грешными пишет старец Архимандрит Иоанн Крестьянкин в своем знаменитом сочинении «Опыт построения исповеди». Мы тоже называем себя, а может и действительно почитаем себя грешными, однако это чувство далеко еще от смиренно мудрее, ибо по слову преподобного Иоанна Листочника сердце испытывается, когда другие бесчестят. Кто из нас, положа руку на сердце, может сказать, что он с радостью терпит укоризны, досады или поношения? Из-за чего мы теряем присутствие Духа, впадаем в отчаяние и даже доходим до такого расстройства, что теряем здоровье? Потому что наша гордыня, по словам святителя Феофана, от прикосновения пальцем кричит, кожу дерут. Оттого мы такие обидчивые. А если рассмотреть внимательно, то обидчивость наша происходит в основном от самолюбия. Вот оказывается в чем зло. Мы, Господи, чистолюбивы, мы любим только похвалы, а в лучшем случае молчаливое признание наших мнимых достоинств и ни малейшего замечания ни от кого, даже своего духовного отца, начальника по работе, родителей дома не можем смиренно принять, уж не говоря о том, чтобы поблагодарить Господа, открывающего нам глаза на наши недостатки через людей. Ожидая похвал и одобрений и не получая их, мы раздражаемся, досадуем, теряем покой. Увлеченные самовозношением, мы преисполнены зависти к совершенствам других людей. Мы прямо-таки не можем переносить достоинства и совершенства заслуживающие возвышения, какие мы видим у других, и всячески пытаемся унизить, очернить, любым способом затушевать или перетолковать в худую сторону достоинства и заслуги других. А вот недостатки их, напротив, с любопытством и удовлетворением разузнаем, как бы через микроскоп рассматриваем с величайшей нетерпимостью относимся к ним. Отсюда происходит тяжелейший грех, страшная проказа нашего духа, грех осуждения. Батюшка Иоанн Кристианкин пишет «Господи, мы все погрязли, утонули в мутном, тинном болоте осуждения, кого только и за что только мы не осуждаем, присваивая себе власть Твою и забывая Твое поверение, не судите, да не судимы будете». Вот мы все желаем возвышения, желаем признания себя, когда когда-то Господь, усмотрев среди своих учеников это желание, сказал «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой». Задумывались ли мы над этими словами Господа? Есть ли у нас желание поставить себя по отношению к ближним на положение слуги? Нет. Господи, прости наше себелюбие. Мы ждем услуг от своих ближних. Мы смертельно боимся дойти до положения слуги, а в оправдании своей гордыни мы приводим возраст, положение в обществе, усталость, болезни и так далее. А вы только на минуту вообразите, как бы преобразилась ваша жизнь, если бы каждый из нас вот с этого момента положил бы за правило предупреждать желание своих ближних, стремиться по мере сил своих дарования и возможности служить ближним, забывая себя, по слову Господа быть всем слугой. Рассмотрите свою жизнь, пишет архимандрит Иоанн Кристианкин, рассмотрите свои обстоятельства и попробуйте начать жизнь, смиряя себя. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, говорил Господь. И если вы будете поступать так по велению души от чистого сердца, то несомненно почувствуете радость божественного блаженства смирения. А доселе мы, Господи, гордыню и злыми порождениями ее отравляли. Отравляли свою жизнь, удаляя себя от Тебя, Господи, закрывали доступ к благодати, благодати Твоей, Господи, к нашим душам, а потому не имеем радости, счастья и блаженства. По причине гордости вместо здоровья душевного мы тяжко страдаем самонадеянностью. Не просим даже благословения Твоего в молитве на начало дня и всякого дела. Не просим благословения на сон грядущий. Отваживаемся на дела, превышающие наши силы, а потом стонем и изнываем под непомерной тяжестью их. От гордости страдаем любопытством, страстью к новизне, лицемерием, упрямством, спорливостью, непокорством, завистью, ревностью, злословием, неблагодарностью. Даже в наши молитвенные и прочие духовные подвиги вкладываем гордость. А если в человеке в основе какого-либо подвига или делаемого добра не лежит смирение, то добро не добро. Вредно нам и чуждо Богу. Вот, например, сейчас пост. Может, кто из вас побольше походил в храм, дома побольше помолился, может, и что доброго сделал для ближнего. Но если хоть только мысль возникла посчитать свои мнимые заслуги, то все погибло. Ибо видение и самооценка духовных подвигов есть гниль на духовном цветке души христианской. Сердечная ложь, слепота, гордыня. Эта самооценка умоляет нашу всецелую надежду на единое милосердие Божье. Дескать, я потрудился, а потому и помилуй. Самое же верное и приятное Богу от нас следующее. Господи, ничего не имею, не смею и глаз поднять. Помилуй по велиции Твоей милости. И милость будет тем больше, чем больше будет сокрушение и упование на Бога. не на дела или что-либо свое. Так писал наставляя всех нас архимандрит Иоанн Крестьянкин. Знаменитый старец, духовник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. В Свято-Илинском кафедральном соборе продолжается чин прощения, и мы видим, как сотни прихожан подходят к своему правящему владыке митрополиту Даниилу для того, чтобы испросить его прощения и попросить благословения на наступающее время поста и воздержания духовного. Впрощенное воскресенье позвольте и мне, дорогие братья и сестры, попросить у всех вас прощения. Я хочу попросить и ваших молитв о нашем владыке митрополите Данииле, о духовенстве нашей архангельской епархии, архангельской митрополии. Хочу попросить молитв о каждом прихожанине, о всех тех, кто приходит в храм, является воцерковленным прихожанином, и кто еще только к этому стремится, кто, может быть, будучи крещенным, еще не ощутил радость встречи с Господом, еще только стремится к воцерковлению, чтобы в этой общей молитве, совершая общий подвиг покаяния, Господь был милостив и к нашей епархии, и к нашей древней земле поморья, хранимой архангелом Михаилом. Разрешите пожелать мне вам, дорогие братья и сестры, помощи Божьей во всех путях жизни, и особенно в грядущем предстоящем подвиге Великого Поста. Телеканал ПС завершает прямую трансляцию чина прощения из Свято-Илинского Кафедрального Собора. Вместе с вами за богослужением и молитвой следил я священник Валерий Суворов, настоятель Воскресенского храма города Северодвинска. Храни вас Господь! Всего вам самого доброго и до новых встреч! Продолжение следует...